Полотна из собраний Ивановского областного художественного музея путешествуют. Сразу 12 картин могли увидеть все жители и гости столицы на экспозиции «Сокровище музеев России», которая открылась в Манеже в ноябре. Выставка пользуется огромным спросом у посетителей и признана одной из самых посещаемых за последние годы. Под крышей Манежа представлены три сотни картин и других ценных экспонатов из 50 музеев России. Впечатляют временные рамки выставки от икон эпохи Рюриковичей до 20 века. Иваново представлено такими мастерами кисти, как Серов, Левитан, Тропинин, Левицкий, Нестеров. Выставка завершит работу уже 25 ноября. Но стало известно, что в следующем году планируется подготовить аналогичную экспозицию с более продолжительным сроком работы. Интересно, что еще одна работа из собрания Ивановского художественного музея сейчас экспонируется в Ватикане. Туда отправился вариант картины «Христос в Гефсиманском саду Николая Ге». Мастера полотен на исторические и библейские сюжеты. Выбор работы из Ивановского музея определила заданная тема. Выставка называется «Русский путь от Дионисия до Малевича». Представлены иконы, начиная с 15 века, и русская живопись до 1-3-20 века. Цель выставки в Ватикане – показать непрерывность духовности русского изобразительного искусства. Отсюда и выбор картины. Вариант полотна «Христос в Гефсиманском саду» поступил в Ивановой государственной Третьяковской галерее в 1930 году. А именно картины этой галереи составляют основу экспозиции в Ватикане. Их существует несколько вариантов. И по драматизму, вероятно, как бы изображаемого, да, по накалу, вот эта работа, именно нашему варианту, было отдана предпочтение. Интересно, что обе выставки в Ватикане и в Москве работают совершенно бесплатно. Но если в Манеже выставка завершается, то в Ватикане она только открылась и будет работать до середины февраля. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.